На улице жара. В разгаре сбор клубники. А Татьяна Карпухина думает о том, как будет зимовать. Прошлую зиму она провела в холодной бане. Полтора месяца тяжело болела. В этом году баню хорошо бы утеплить. Вот только не на что. Пока топишь, ничего. Как перестаешь топить, все сразу выветривается. Просто она не утеплена. Но никто же не думал, что там жить придется. Дома у нее нет. Пепелище в центре участка. Все, что осталось от двухэтажного здания до военной постройки, которые Татьяна с мужем восстановили сами. Полтора года назад их дом сгорел. Открыла глаза. У меня уже потолок был в дыму. Комната начинала гореть. Открыла окно. Взяла телефон. Какую-то сумку, точно не помню какую. Кинула в окно. И следом сама. Татьяна – мать восьмерых детей. Кавалер ордена «Родительская слава» и медали «Материнская слава». Муж умер в 2011. Одна из дочерей после этого потеряла зрение, стала инвалидом. С тех пор семья живет на пособия по потере кормильца, пенсию по инвалидности и на то, что удается заработать с продажи выращенных продуктов. У Татьяны большое хозяйство. Огород, теплицы, пасека, куры. Бывает, что совершенно нет денег, но зарубишь курочку, накопаешь картошки, сходишь, сделаешь салат и все сыты. Сразу после пожара глава районной администрации и губернатор региона пообещали Карпохиным новый дом. И предложили небольшую двухкомнатную квартиру в маневренном фонде. Но Татьяна не решилась оставить хозяйство. «Если я это оставлю, то через 2-3 месяца здесь вообще ничего не останется. Ни построек, ни теплиц, что нас, в принципе, кормит всю нашу семью. И мне просто возвращаться некуда будет». Ее старшие дети сейчас снимают жилье. А строительство дома, обещанное губернатором, так и не началось. Сначала чиновники готовили проект. Потом он проходил экспертизу. «Когда мы приехали записать интервью с главой района, оказалось, что строить дом для Карпухиных уже никто не собирается. Поскольку и участок, и сгоревший дом – это собственность Татьяны». «Это частная собственность, как земельный участок, так и жилой дом. То в соответствии с действительным законодательством предоставление, выделение денег средств на строительство для жилого дома, благословение денег средств – это не предусмотрено законом». Вставать в очередь на получение муниципального жилья бессмысленно, говорит Татьяна. В Черняховском районе выделяют по пять квартир в год, а в очереди – почти 600 семей. Но власти обещают попросить помощи у местных предпринимателей. Если те откликнутся, у Татьяны есть шанс провести зиму не в холодной бане, а в новом доме. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Калининградская область, ОТР.